Четыре азиатских тигра. Это термин, используемый для обозначения четырех стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Это название не относится к городам, а к странам, которые демонстрировали высокие темпы экономического роста и быстрое индустриальное развитие с 1960-х до 1990-х годов. Они стали известными примерами успешных развивающихся экономик и часто рассматриваются как образцы для подражания другими странами. Гонконг, специальный административный регион Китая, прежде британская колония. Гонконг стал одним из крупнейших финансовых центров и торговых портов в мире. Сингапур, город-государство и островное государство, расположенное на юге Малайского полуострова. Страна сильно развита в области международной торговли и финансов и имеет один из самых высоких уровней жизни в мире. Южная Корея. Страна, расположенная на Корейском полуострове. После Корейской войны Южная Корея превратилась из бедной аграрной страны в одну из ведущих индустриальных держав мира с сильными производственными и технологическими секторами. Тайвань. Островное государство у восточного побережья Китая. Тайвань развивался как центр производства, особенно в сфере высоких технологий и электроники. Эти страны называют азиатскими тиграми за их энергичный и агрессивный подход к экономическому развитию. Аналогично характеру тигра. Основными критериями, по которым эти страны вошли в эту четверку, являются их рекордные темпы экономического роста. Успешная индустриализация, быстрое урбанизирование, значительные инвестиции в образование и развитие человеческого капитала, а также активное участие в глобальной экономике. История формирования четырех азиатских тигров в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее и Тайване началась в середине 20 века. Хотя корни их экономического развития уходят глубже в колониальный период и исторические обстоятельства каждой страны. Несмотря на различия в исторических траекториях, общим фактором для всех четырех стран стало активное государственное участие в экономическом развитии после Второй мировой войны. Гонконг. После Второй мировой войны и особенно во время Китайской гражданской войны Гонконг принял большое количество беженцев из Китая. Это способствовало быстрому росту населения и предоставило дешевую рабочую силу. В качестве британской колонии Гонконг развивался как крупный торговый и финансовый центр, обладая открытой экономикой и привлекательной деловой средой. Сингапур. Также колония. Британская. После обретения независимости в 1965 году активно внедрил политику привлечения иностранных инвестиций, развития промышленности и образования. Это помогло стране преобразоваться из портового города в ведущий мировой экономический финансовый центр. Южная Корея. После разделения Кореи и Корейской войны Южная Корея, поддерживаемая США и другими западными странами, сосредоточилась на строительстве своей экономики, инвестируя в тяжелую промышленность, технологии и экспорт. Это было частью стратегии экономического развития, называемой Мирэк Ген Сэ. Экономика развития. Тайвань. Тайвань после ухода японских колонизаторов и переезда на остров правительства Китайской Республики после гражданской войны в Китай сфокусировался на развитии своей промышленности, в частности на производстве электроники и полупроводников. Также значительное влияние на экономику оказала поддержка США в рамках политики сдерживания коммунизма. Таким образом, успех четырех азиатских тигров в значительной степени связан с их историческим и колониальным прошлым, которое сформировало их экономические и политические системы. Развитие четырех азиатских тигров. Развитие четырех азиатских тигров было результатом ряда факторов и стратегий, которые позволили им значительно обогнать другие страны региона по уровню экономического развития. Давайте посмотрим на некоторые из ключевых факторов их успеха. Во-первых, это открытые и экспортно ориентированные экономики. Все четыре страны сосредоточились на экспорте, как на движущей силе роста. Они активно развивали промышленные сектора, ориентированные на международные рынки. И это позволило им быстро интегрироваться в глобальную экономику. Инвестиции в образование и развитие человеческого капитала. Про образование в каждой из этих стран можно посмотреть в выпуске на моем втором канале. Я летал в эти страны и посещал учебные заведения и подробно снимал видео прямо с кампусов университета. Заходите, посмотрите, как устроено там образование. Сами по себе вузы очень необычные, сильно отличаются от наших даже просто по своей архитектуре. Итак, эти страны делали значительные инвестиции в образование. Для чего это делалось? Конечно, чтобы обеспечить наличие квалифицированной и образованной рабочей силы. Это стало ключевым фактором в развитии высокотехнологичных отраслей. Политическая стабильность и, так сказать, пробизнес-правительственная политика. Все четыре страны обладали относительно стабильными политическими системами. Это создавало благоприятный климат для бизнеса и привлекало иностранные инвестиции. Стратегическое и географическое положение. Если посмотреть на все эти места, то географическое положение этих стран способствовало развитию торговли и логистики, делая их важными транспортными узлами. Еще со времен колоний. Не просто так они были колониями. Государственное регулирование и поддержка. Правительство активно участвовало в экономическом планировании и регулировании, включая поддержку ключевых отраслей. Таких как технологии и производство. Инновации и технологическое развитие. Особое внимание уделялось научно-исследовательской деятельности и развитию новых технологий. Они стали лидерами в ряде высокотехнологичных отраслей. Социальная кооперация и инвестиция в инфраструктуру. Вложение в социальную инфраструктуру, включая здравоохранение, образование, транспорт. Все это способствовало улучшению качества жизни и социальной стабильности. На чем специализируются азиатские тигры? Высокотехнологичные отрасли. Это как раз таки и помогло им занять лидирующие позиции на мировом рынке в этих сферах. Сингапур. Финансовые технологии. Финтек. Сингапур стал одним из ведущих центров развития финансовых технологий. Благодаря своей инновационной политике и поддержке стартапов. Биотехнологии. Фармацевтика. Страна активно инвестирует в биотехнологии, исследования и разработку в области медицины и фармацевтики. Информационные и коммуникационные технологии. Сингапур развивает передовые информационно-коммуникационные технологии, включая облачные вычисления и большие данные. Бигдейта. Южная Корея. Про Южную Корею вы все знаете. Электроника и полупроводники. Южная Корея известна своими ведущими компаниями в области электроники. Какими? Samsung и LG. Является крупнейшим производителем полупроводников в мире. Автомобилестроение. Называйте мне компанию из Кореи. Hyundai, Kia. Они вообще сделали очень большой рывок и сделали Корею одним из ведущих производителей автомобилей в мире. Информационные технологии и мобильные коммуникации. Южная Корея является лидером в разработке мобильных технологий и широкополосного доступа в интернет. Гонконг. Финансовые услуги и финтек. Гонконг является одним из крупнейших финансовых центров мира. Здесь развитый сектор финансовых технологий. Торговля и логистика. Гонконг занимает лидирующие позиции в области торговли и логистики благодаря своему стратегическому географическому положению. Телекоммуникации и информационные технологии. Развитие информационных технологий и телекоммуникации играет важнейшую роль в экономике Гонконга. Тайвань. Что в Тайване делают? Полупроводники электроника. Тайвань является мировым лидером в производстве полупроводников. Ключевые компании в этой области – TSMC и Foxconn. Информационные технологии. Тайвань известен производством компьютерной техники и компонентов. Фотовольтаика. Что это такое? Тайвань активно развивает солнечную энергетику. Является одним из крупнейших производителей фотовольтаических компонентов. Фотовольтаика – это процесс возникновения электрического тока в различных материалах под действием падающего на него света. Итак, мы видим, что эти страны достигли значительного успеха в своих сферах благодаря сильной государственной поддержке, инвестициям в исследования. Все эти стратегии и факторы в совокупности позволили четырем азиатским тиграм добиться высоких темпов экономического роста. И в целом значительно улучшить уровень жизни своих граждан. На моем канале вы также можете узнать про каждую из этих стран по отдельности. Совсем недавно я летал в Большое Азиатское путешествие, был в этих странах и снимал ролики. Можно посмотреть выпуски про достопримечательности, про особенности каждой из этих стран. И на моем втором канале, СМАПС Эдюкейшн, который посвящен зарубежному образованию, можно будет посмотреть об образовании в этих странах. Если вам интересны учебные заведения, учебы за границей, добро пожаловать на канал СМАПС Эдюкейшн. Подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось видео. И увидимся в следующих выпусках.